во времени суток рада вас всех приветствовать на своем канале но вчера только мы говорили с вами о том что спрятано под мировым ковром что вроде как затишье какое-то перед чем-то непонятным дальше а тут начинает потихоньку вылезать из-под ковра чьи-то ноги уши руки и так далее ситуация начинает каким-то образом прорисовываться но с украины все понятно тут даже как говорится наши гадалки не ходи ждем просто развязки до конца этого года никакой помощи не будет поэтому там будет все потихоньку сходить на нет и очень интересно начинает формироваться горячая точка в красном море туда сейчас все ринутся смотрите как интересно получается на украину скинули весь сухопутное вооружение танки бронемашины еще всякая фигня да а вот а там теперь уничтожаются будут старые корабли то есть америка полностью развивает раздевает европу догола вообще они как не знаю кто не буду называть идут следом на поводке на этом на этой веревочке или знать как вот в их этих сказках когда там на дудочке играет и мыши или крысы идут за ним за этим не помню как эта сказка называется но вы поняли многие знают эту сказку вот точно так же идут вот эти все страны за американ но сегодня я хочу посмотреть одну страну которую мы в принципе считали всегда ну дружественной страны мы с вами кто вот старше поколение мы все равно родились советском союзе мы не видели войны с финляндией она была поэтому мы нет у нас вот этого негативного к ним отношениям но при этом например как мой муж рассказывал ему мама говорила что городе боялись не столько немцев сколько по моему зеленые шинели так их называли финнов вот это были жесточайшие люди жесточайшие ну а сейчас благодаря тому что финляндия вступила в нато то есть нато у нас стоит вот вообще на границе если с украиной мы не дали этого сделать то сейчас вот она тут здесь давайте попробуем посмотреть будет ли серьезный конфликт с финляндией и так я взяла не зря вот эту новую колоду то что вот золотое колесо почему опять же у нас финляндии много связи своих древних потому что всегда была граница всегда это перекликались мы с этим государством страной как хотите назвать и в нашем составе они были отдельно вот они как бы холодная страна не даже не в том плане что у них там холодно нет они сами по себе по своему вот менталитету холодные такие вот по ощущениям я не говорю что они такие вот прям заморожены нет а вот именно по ощущениям от них холодно славяне вот тепло ну давайте посмотрим сможет ли россия растопить тот холод и так вот в этой ситуации конфликтные отчасти пока фенляндия и россия ну вот и смотрите фенляндия сейчас теряет очень много да они вон там им светлое будущее нарисовали солнышко встает идут закат восход наверное да но все равно он холодная луна сверху светит все разрушено максимально еще как говорится есть возможность что-то восстановить но они уходят от этого не обращая внимание но много разрушена и русские мы объединяемся мы все вместе он слов какой связанный да или как сказка старая про веник когда братья между собой ссорились и отец ему показал что попробуйте вот вам по веточке из веник сломать легко ломается да теперь попробуйте весь веник целиком разломать не получается вот так и должны выжить вот мы по этому принципу и живем объединяемся и многое можем прощать готовы простить и вернуть все отыграть обратно пока еще есть возможность еще два кубка стоит не опрокинуты когда можно вернуться давайте посмотрим как будут ближайшее время развиваться отношения между финляндией и россией заканчивается один период впереди многое другое и к сожалению к сожалению может быть не очень хорош что и здесь ну наверное наступила зима в отношениях то есть мы как бы по колесу прошли пришли в отношении к зиме еще что-то даже не зашло но есть возможность еще собрать какой-то урожай да что-то еще сходит не все но что-то сходит но при этом мы каждый все равно остаемся при своих интересах кощей на тла там чахнет то есть то что у нас есть у каждого вот мы с этим остаемся но россии много чего есть у финляндии не так уж много как дальше будут отношения складываться никто вообще не может предположить не россия не финляндия и обеема страшно идти в эти отношения ну вот новые конфликтные я имею ввиду страх есть холод страх ночь то есть ночь становится все темнее и что дальше будет это нужно очень хорошо изучать ситуацию что на самом деле происходит а чтоб на самом деле происходит что у нас из этого ждет рыцари жезлов что происходит очень напряженная обстановка очень напряженная причем напряженной довольно таки неожиданно и это во многом связано с ресурсами и возможно с нашей безопасностью мы можем быть и для безопасности самой финляндии кто-то шим в уши напел для вас насчет восстановления отношений работа идет работы много но пока идите колеса вот они сделаны висят делается новые колеса то есть какие-то попытки есть но они не приносят того результата который бы хотелось бы так что будет дальше в наших отношениях с гляне но можно сказать что разрыв и вы смотрите как интересно пятерка мечей обычно на ней пять человек изображены один стоит там другие уходят или еще как а здесь 21 как победитель возле него все мечи а другой плачет мы россия мы сильная страна плакать конечно придется тому кто слабее несмотря на то что ему сейчас везут вооружение все там строят сколько там 10 секунд под лед ракет но очень многое зависит от руководства конечно и нашего и финского скорее всего попытки о чем-то договориться есть но можно сказать что вот эта ситуация которая есть вот этот расход в разные стороны это конечно вынужденной навязанная ситуация просто финляндию как ребенка ведут на поводке но смотрите мечи светлая карта мечи светлая карта все это постепенно сгладится то есть это сейчас очень сильно нагнетается но в будущем выровняться ситуация будем разговаривать разговаривать для нити очень много теряет но зато американцев много на будем разговаривать и еще и финляндии понадобится в помощь в чем помощь наших ресурсов до деньгами ресурсами а для этого нужно будет восстанавливать отношения иначе будет полный крах для финляндии так что пока руководство финляндии радуется и скачет на как свое время скакали на майдане а сейчас будет все движение к тому что будет полный проигрыш мы может быть тоже от этого не слишком выиграем вот на ошени но он за нами все-таки сила так еще финляндия попробует ну вот как это на как это на то через финляндию атаковать россию попробовать на то направление колесо фортуны может в любую сторону повернуться пока ситуация будет крайне ненадежная подвешено но целям во всяком случае россия к целям будет своим идти ну и на так свои цели будет бежать прямо но много будет болтовни больше будут стараться на запугивать скорее всего болтать больше будет и у нато все планы будут разрушены пока они до конца не определились они думают пока эта ситуация будет такая вот подвешенная они могут попытаться нас провоцировать на что-то и соответственно ломануться к целям до своим вот но все планы будут рушиться потому что не на то поставили все будет иллюзия и башню иллюзия ничего у них не получится хотя может быть и какая-то провокация на границе так что вот так ребята пожелаю вам несмотря ни на что мирного неба над головой объединяйтесь друг друга поддерживайте берегите себя берегите своих близких и вместе мы сила всех вас обнимаю люблю и до новых встреч